всем доброго времени и суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала сегодня мы продолжим такой обзор по техническим особенностям рыболовных катушек так называемый взгляд изнутри и сегодня у меня в гостях катушка бренда риоби называется она у нас навигатор 4500 вот такая катушечка на наших просторах свободного интернета она я бы сказал не очень часто так встречается тем более не в каждом магазине скажем так и и видно допустим как там за уберы икусимы там не знаю там арктики то есть у нас на дальнем востоке я таких катушек лично вот не видел принес ко мне он того ее человек ну вот сейчас мы будем заниматься и и сразу же рассмотрим ее конструктивные особенности найти в интернете тоже оказалось не так уж все легко но цена на сегодняшний день этой катушки что-то в районе 52 там 53 долларов скажем так вот рассмотрим что из себя представляет катушка начнем традиционно с ее корпуса корпус у катушечки у нас как мы видим сделан полностью пластмассовый видно что допустим фирма риоби вот эти вот свои белую пластмассу в части она даже не соизвоила это даже покрасить видим что она здесь это красит тут чуть-чуть фыркнули туда же они откровенно ее не красили крышка основного корпуса состоит тоже из пластмассы надеюсь как мы видим пластмасса чуть-чуть другая она не такая прозрачная такая более более темноватая в отличие от пластмасса основного корпуса корпуса абсолютно весь пластмассовый даже ручка вот этот которых крепится катушку держателю тоже сделано из угольной пластмассы скажем так ну посмотрим как это все у нас тут соединяется вот видим крышка у нас вот так закрывается в принципе никаких таких явно выраженных зазоров я щелей не вижу отверстия допустим как на зауберах здесь я тоже нету куда может попасть вода закрывается это все вот такой декоративной крышечкой в принципе и тут закрывать то по сути дела и ничего кроме как вот этого шва и одного самореза который вкручиваться в корпус такая декоративная накладочка и такой вот получается у нас пластмассовый корпус сделаны такие декоративные вставочки металлические чтобы она так красиво богато выглядела вот и все по корпусу что можно сказать единственный такой момент что вот в этом месте видите она по кругу соединяется здесь и может быть не очень плотно прилегать если где будет падание воды то вот этому от районе от этого в принципе рекомендую когда будете ставить этот корпус просто густой смазочки вот здесь вот по кругу корпуса тонким тонким слоем чуть-чуть промазать густой смазочкой он будет как такой легкий керметик защищать от попадания воды так посадочные места места гнезд коренных подшипников видим тоже пластмассовая никаких металлических вставок втулок здесь нету но катушка вот отработал у человека три сезона видим что люфтов она посадочных гнездов никаких нету хотя подшипники достаточно не очень прочно держится но люфтов посадочных гнездах коренных подшипников нету все как бы работает и стоит удовлетворительно подшипники сами тоже имеют плавный ход они закрытого типа люфты я бы сказал этих подшипников не очень большие минимальные и иногда вот по своим таким вот показателям по плавности хода и по люфтам этих подшипниках мне вот они что-то напоминает эти подшипники вот из других брендов это фирма дайва у нее очень очень похожие скажем так подшипники как уриобе по качеству не исключено что это наверное все закуплено в одном и том же месте может быть точно не могу сказать но очень очень похоже по ощущениям что-то вот из этой оперы так ну посмотрим дальше дальше у нас на очереди ротор ротор также также весь пластмассовый единственная конструктивная особенность в принципе что и большинство катушек фирмы любви имеется вот такая металлическая квадратная шайба ставится сверху для чего она служит я уже вам рассказывал про других этих сериях про риобе она у нас предотвращает от перезатягивания этой гайки до чтобы пластмасса не треснула на нее и в то же время предотвращает от проворачивания ротора на вторичной шестерни главной пары видим таким образом в принципе остальное все то же самое механизм сам фиксации дужки лесоукладывателя его сброса и сама сброса механизм я не стал разбирать практически такой же как на катушках заубер фирмы риобе есть там одна пластмассовая паразитная переходная такая деталька которая не внушает доверенность но пока я не видел чтоб они ломались то есть никаких проблем это не только пока они не как бы сказать не дает не приносит ну и в случае и полома ее можно вытащить камеру из металлического гвоздя нужного диаметра вручную не спеша если это потребует в ролике лесоукладывателя стоит один шарикоподшипник да и в этой катушке находится всего шесть шарика подшипников и один роликовый здесь один из подшипников в принципе ничего такого ярко выражена в конструкцию ротора не могу вам больше рассказать вот рассмотрим ручку катушки ручка как мы видим у нас складная складные ручки я вообще не перевариваю просто ненавижу из-за их люфтов в данной катушке мне уже пришлось сделать вот из жести вырезать вот такую вот металлическую вставку сюда вот я ее уже вставил видите она прям г образной формы прямо сидит так поджата идеально что будет ее видно или нет прям как летая как родная идеально все размеры по подогнал все вот ее туда вставил выпасть она отсюда видите никак не может подогнал так все плотно что даже царапаю даже не могу ее пинцетом как-то всковырнуть и этот люфт убирается во всех плоскостях ручки вообще идеально видите даже под нагрузкой лифта нет также вот в самом клубе мне тоже пришлось убрать люфт подобрав таким вот способом не хитым маневром такие вот шайбочки скажем так пришлось изготовить и выточить подобрать кнопку такие шайбочки а также сейчас покажу здесь был всего заводском исполнении вот в этой части 1 кроликов шариковый подшипник с другой стороны стояла такая вот пластмассовая втулка вот эту пластмассовую втулку я заменю на подшипничек можно это дело посмотреть принципе ничего тут такого сложного нету что удивительно в принципе у большинства катушек вот эти вот шарикоподшипники в кнопе они почему-то очень много катушек у от которых они подходят вот в данном моменте я вот взял вот такой шарикоподшипник который типа размерами полностью видите совпадает с этой вот пластмассовой втулкой вы не в эту втулочку которая у нас вот так вот сидела и поставил вместо нее шарикоподшипник точно таких же типоразмеров вот мы видим теперь в клубе здесь вот находится у нас вот я уже тут правда смазал находится вот шарикоподшипник вот и подобрал такую вот шайбочку тем самым убрал люфт в клубе теперь в клубе два шарика подшипника что конечно что стало по веселее в плане люфтов ну и в плавности хода катушки никаких сложных маневров при замене пластмассовой втулки на шарикоподшипников делать не надо все уже готово нужно просто вынять это вот втулку скажем так пластмассовую и вставить шарикоподшипников вот и все трудозатраты максимум еще найти этот шарик подшипник найти его не сложно так как большинство катушках он присутствует найти его можно без проблем вот таким образом я модернизировал кнопку и ручку видим что люфтов здесь никаких нету все идеально подобрано дальше рассмотрим конструкцию стопора обратного мгновенного стопора обратного хода он же роликовый подшипник он же у нас и муфта обгона как его называет вот здесь он у нас ничего заурядного такого нету он выглядит точно так же как все мгновенные стопоры обратного хода во всех моделях фирмы ли вы от самой дешевой на самой дорогой до заубер и они все абсолютно идентичны так что ничего здесь но я вам не могу сказать работает он хорошо без замечаний в принципе вот так что и не надо его трогать и разбирать работа там таким образом видимо там крутится во все стороны до включаем его в одну крутится он другой уже не все сделано таким образом стопорятся там эти ролики в которые стоят сепараторе вот за этот вот за эту втулку которая так красиво блестит и обработана наверно током высокой частоты никаких здесь пока выработок нету за три года катушка это не видео серьезной большой рыбы трофейной видите отработала безо всяких таких как бы сказать нареканий механизм внутри катушки выполнен кулисного типа вот мы можем наблюдать все очень просто упирается он этот эти сами кулисы на полозья которые находятся в корпусе вот например такое полозья вот этим местом она с ним соприкасается вот мы видим ну и с другой стороны вот вот это полозья сделано такой вот виде такого видите да в принципе все просто и надежно видим что износом износа никакого на полозьях не видно на самой кулисе тут конечно видно чуть-чуть такие полоски ритвины этого хватит на очень долгие годы чтобы что-то износилась винт при разборке я вот что могу вам сказать удобный такой вариант вот и катушки чтобы вынять штук с этого кулисы которая является и толкателем и кулисы одновременно скажем так выйдет раскручивать вот этот винт практически не надо это очень очень удобно потому что раскручивая вот этот вот винт потом надо его сидеть садить на фиксатор резьбу потому что он потом в процессе всего этого будет как бы сказать раскручиваться если можно так сказать вот вставляется очень даже просто безо всяких этих вот хитрых маневров эти раз и все очень удобно не надо ничего раскручивать чтобы его оттуда вынять таким же образом он оттуда спокойно вынимается приводится в движении это кулиса он это же толкать от от такой металлической паразитная шестерни металла выполненная могу сказать просто металла вот она так вот ставится приводится на движение от ведущей шестерни главной пары таким вот образом видите и соответственно вот этим кулачком толкает саму кулису которая тут же выполнена сразу же вроде толкателя и штук на котором сидит шпуля механизм очень простой надежный не чему тут ломаться по сути дела если так можно выразиться вот что можно сказать по главной паре главная пара мы видим колесо главной пары сделано у нас увеличенного такого размера стандартных размерах там 2 2 500 что в принципе должно придавать этой катушки неплохую тягу вот так выглядит ведущая и ведомая шестерни главной пары износов я пока таких существенных серьезных никаких не вижу но регулировать все таки регулировочными шайбами вот главную пару придется ее подогнать чтобы убрать все люфты то есть не люблю катушки которые люфтят когда все люфты убираешь конечно она работает мягче и приятнее эти вот моментом я сейчас и займусь делая этого так шпуля шпуля у нас находится один шарикоподшипник вот он уважаем также и находится фрикционный механизм опять же что хочу сказать фрикционный механизм выполнен так же как во всех остальных катушках фирмы риуби то есть от этого показывать разбирать вот уже нету смысла там 1 это шайба фетровая повышенных размеров и все в принципе этот механизм не очень такой плавные четкие где многослойные эти фрикционные шайбы достаточно надежен и дешев чтобы уменьшить себестоимость этой катушки ну что могу сказать катушка мне не знаю почему но она мне почему-то понравилась наверно скорее всего уважаемый из-за того что она очень хорошо очень легко разбирается вот наверное даже эту работу можно выполнить я бы сказал даже в полевых условиях только вот в принципе зачем это делать я не знаю потому что если что-то у вас полевых условиях сломается смысл какой разбирать что ничего сделать вы наверно не сможете уж не будете с собой какие-то там запчасти к примеру возить для ну если только попадание песка на зубья шестерен главной пары чтобы их оттуда убрать но тут тоже таких мест нету чтобы попал песок максимум что может попасть это только вода катушка на сегодняшний день стоит в районе тридцати двух тридцати пяти долларов в принципе это уже наверно с повышенными ценами я смотрел что хочу сказать катушка в принципе нормально простая работящая несложная катушка которая вас за эти минимальные деньги будет радовать долгие скажем так года мне так кажется однозначно это катушка даже по сегодняшней цене она стоит своих денег имеете 6 подшипников и один роликовый простая работяга скажем так вот сейчас я буду собирать регулировать подбирать регулировочные шабы в механизме убирать все люфты обслуживать ну и когда это сделаю сейчас мы прервемся и дальше я включусь посмотрим как она у нас будет работать после выполненного того и всех необходимых регулировок уважаемых так вот уважаемые то катушки проведено катушечка готова к дальнейшей как бы сказать ее эксплуатации вот применяемые смазки в этой катушке вот я применю три вида разных смазок это бренды фирма пэн жидкое и густое также вот густая смазка фирмы абу гарсия то есть чтобы смазать данную катушку мной было использовано три вида смазки грубо говоря ну и посмотрим что из этого получилось ход катушки очень долго крутящийся шуму ее минимальный единственное что только шумит при ее вращении если четко выделить звук это рыканье главной пары потому что под главную пару были подложены регулированные регулировочные шабы то есть она была осажена на тем самым мы видим что видите в катушке люфты убраны но это понятно этот люфт у всех это из-за кулисы обусловно на конструкции кулисы так что в расчет можно не брать вот все люфты связанные видите с ротором с главной парой они все убраны в ноль вообще полностью в ноль единственное что в главной паре здесь он чуть-чуть чуть-чуть вот видите вот наблюдается в ручке это то обусловлено чисто люфт подшипников если с этой стороны вот посмотреть этот тот видите он шевелится вот этот был который в ручку вставляется вот это уже соответственно уже обусловлено в том коренных подшипников главной пары а так вот видно что люфт убран в ноль также как ротора и ручки конечно для более бархатного хода нужно теперь приработка этой катушки потому что были подобраны регулировочные шайбы для главной пары соответственно там уже был определенный износ да и когда мы их осадили еще глубже то есть как бы чуть-чуть теперь нужно притираться чтобы не было вот этого рыкания хотя если плавно крутить вот очень плавный звука никакого нету и в принципе только специалист может почувствовать вот это вот жесткость вот этих вот зубьев главной пары про которую после регулировки я говорю человек непосвященный может этого вообще даже не почувствовать скажем так то есть видно что все смазано все работает механизм сама сброса просто как надо идеально все работает видно вот легким подталкиванием все четко ролик лесоукладывателя все промазано еще даже просто тут на камеру не видно но еще какое-то время сам по себе еще крутится вот по мере приработки всех регулировок катушка обретет очень бархатный очень плавный ход но то что это действительно скажем так она крутится очень долго это давайте сейчас проверим посчитаем количество оборотов вот мы видим 25 с половиной оборотов то есть иногда это бывает 24 25 26 но катушка крутится очень долго поверьте если вы не верите что это хороший результат придите в магазин возьмите топовые катушки таких брендов как дайва эксист шимана стела круто нити посчитайте сколько она сделает оборотов я вас уверяю что стелла фирмы шимана или эксист фирмы дайва позавидуют количеством оборотов данной катушки фирмы ариобе навигатор после его грамотного проведения этого честно могу сказать не каждая еще из тех катушек может эти количество оборотов выжать в своем заводском исполнении ну конечно если над ними поработать конечно можно сделать и 30 и 32 оборота но опять же это нужно работать так же как над этой катушкой видим что грамотное обслуживание и подборка всех регулировок дает очень хороший долгий плавный ход на вопросы после пятерки это количество оборотов может возрести до 30 оборотов ручки когда это все притрется уважаем очень шум минимальный никаких клацаньев нету да вот ну что все люфты убрана нет металлических клацаньев если послушать есть только шелест это даже не шелеста обусловленного этот нырыканье после регулировки главной пары ну так его толком не слышно можно почувствовать зубья только на руку каждый зуб но и со временем притирки это все уважаемо исчезнет вот такими незаурядными способами при использовании трех смазок я вам скажу что принципе можно было использовать 4 4 смазку для смазывания фрикционного механизма в принципе я не посчитал нужным фрикционный механизм смазывать потому что он работает достаточно плавно открыл там достаточно смазки и не вижу смысла его смазывать так бы пришлось бы применять четыре вида смазки для дома нового типа катушки вот эта катушка еще будет долгое время радовать своего хозяина вот всем спасибо за внимание уважаемое подписывайтесь на мой канал кому интересно до новых встреч